Приехал я по зову моего друга, друг Валерий Русин, вот он сидит, замдиректора, я его люблю и по его зову я приехал. Я показывал детям гадкого утенка, и это были в основном из детского дома дети, и я испытывал особое волнение, показывая им гадкого утенка. Для меня это было достаточно трепетное такое событие, и я ждал все время потом вопросов, когда я сказал, задавайте вопрос. И один вопрос был тот, который я больше всего боялся, когда мальчик сказал, а почему гадкого утенка никто не любит? Мальчик задал вопрос, который относился к нему самому. Ну, я ему сказал, что, наверное, в его жизни еще встретится любовь, но имел в виду более взрослую, что ли, любовь. Ну, а пока, значит, ему не додали. Вот когда готовы уже куклы, готовы макеты, начинается съемка, ты про этот фильм знаешь все абсолютно до кадра, но тогда у них какие-то трудности, потому что я каждый раз бросаю в моих коллег из огня полных, только они сделали в одной технике, тут у меня придумывается другая техника, другая технология. И они со мной вместе пускаются в этот опасный путь, и снова, снова он пытается со мной вместе пробовать. Но! Когда это получается, а-а-а-а, кайф, ломовой. Переснимаем второй раз, я смотрю, опять не тут, не тут, не тут, не тут, вот нет этого сопротивления ветру, это трудно идущая толпа. Третий раз сняли, опять не тут, и я, понимаешь, ну что я буду упрямиться, ботал с теленок ступом, ну раз не получается, если четвертый раз не получится, я закрываю этот проект, и переходим к другому. Но тогда приходит мультипликатор, такая идея, сделать, назвали это, гребенка. И здесь, благо мастерские у нас в студии, гребенка, которая вот деревянная. И вот повели две, как бы, шеренги, одна поднимается вверх, другая опускается внизу, и таким образом происходит это шаговое, вот такое падение, на шаг, наверх, вниз, снять четвертый раз. Поставили под музыку на старом одесском сухомонтажном столе, я смотрю, мурашки побежали по спине. Я буду, фильм в кармане. Но вот это ощущение, когда получается, когда то, что тобой задумано, начинает жить абсолютно самостоятельной жизнью, это очень хорошо сказал Федор Савельевич. Спасибо большое. Спасибо.